Золото чемпионата России повела спорту из Удмуртии, везет копейская спортсменка Эльвира Хайрулина, а Куба губернатора Челябинской области по хоккею в третий раз остается в команде «Трактор». Все подробности в нашем обзоре. Хоккеисты «Трактора» стали победителями Кубка губернатора Челябинской области, обыграв в заключительном матче предсезонного турнира «Магнитогорский Металлург» со счетом 3-0. В составе черно-белых шайбы забросили Кристиан Томас, Александр Подкорытов и Алексей Кручинин. В итоге почетный трофей в третий раз достался хозяевам льда. А лучшим вратарем состязаний объявлен голкипер Василий Демченко. Эмоционально, чувствовать себя хорошо, уверенно. Вот это, наверное, важно выиграть. Этот турнир был. Напомню, что в первом поединке подопечные Петериса Скудрой взяли верх над сборной Кубка губернатора со счетом 5-2. А во втором переиграли Северсталь 2-1. Гости из Череповца финишировали на третьем месте. Для нас важно было с первой игры, чтобы была идея. А исполнение, оно придет. И в том числе и реализация момента. Я уже говорил, что качество пасса у нас еще оставляет желать лучшего. Но ребята каждую игру становились лучше. 17 и 18 августа «Трактор» проведет контрольные матчи в Уфе с Салаватом Юлаевым. А затем примет участие в традиционном мемориале Ивана Рамазана, который стартует в Магнитогорске 22 августа. Соперниками челябинской команды станут местный «Металлург», «Сибирь» из Новосибирска и пекинский «Кунь-Лунь Ред Стар». Челябинские тяжелоатлеты и велогонщики не отстают от хоккеистов и приносят в копилку Южного Урала одну награду за другой. Серебро из Люксембурга, а золото из Удмуртии. Эльвира Хайрулина из Копейска выиграла золото чемпионата России по велоспорту-маунтинбайку в Удмуртии, отличившись в неолимпийской дисциплине кросс-кантри-марафон. Это гонки на горном велосипеде по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками на длинные дистанции. Велогонщицы преодолевают 45 километров по сложной и скользкой трассе, финишировав в буквальном смысле по уши в грязи. Победу одержала Эльвира Хайрулина, опередившая на 19 секунд второго призера Елену Гоголеву из Самары. И на полминуты бронзовую медалистку Дарью Рогозину из Кемеровской области. Были такие участки, что пришлось в гонки даже, слались велосипеды, бежали, то есть не велосипед нас вез, а мы велосипед несли там. Даже не то, что в глаза грязь попадала, даже в рот летит все, вот ты едешь, это все грязь кушаешь. Мы с девчонками смеялись после гонки, говорили, что у нас были грязевые ванны, спа-процедуры, потому что мы приехали, мы все просто от ног были ловы, мы были все в грязи. Отмечу, что это уже вторая золотая медаль чемпионатов страны, завоеванная Эльвирой в этом году. В июле она победила в гонке кросс-кантри с выбыванием в Кыштыме. А челябинец Юрий Савиных добыл серебряную медаль на юношеском первенстве Европы по пауэрлифтингу в Люксембурге. 15-летний спортсмен показал в состязаниях по классическому жиму штанги лежа результат 105 килограммов. Уступив четверть центнера Симони Абелашвили из Грузии, который старше на два года. Добавлю, что Юрий тренируется под руководством родной тети Натальи Савиных, мастера спорта России международного класса, победительницы первенства мира. Его отец Сергей Савиных также является обладателем этих званий, а дед Василий Савиных был двукратным чемпионом Советского Союза по силовому троеборью. А в Златоусте 24 августа состоится традиционный горный марафон «Забег за облакам». Он пройдет уже в 24-й раз и соберет участников из многих городов России. Им будет предложено преодолеть три дистанции – 12, 30 и 42 километра. С набором высот – 350, 1050 и 1350 метров. Самые юные бегуны будут стартовать в забегах на 500 и 1200 метров. А я добавлю, что один из самых старых горных марафонов в России «Забег за облака» проходит по живописнейшим местам национального парка Таганай. Гора Круглица, Белый Ключ, Двуглавая Сопка, Долина Сказок, Откликной Гребень. Победители и призеров ждут дипломы и ценные призы. Все участники на финише получат памятные медали. В прошлом году, несмотря на плохую погоду, на старт вышли 412 человек. На сегодня это все. Далее происшествия. В Челябинске появилась новая схема мошенничества. Связана она с ремонтом смартфонов. Елизавета Болдырева расскажет подробности. Не переключайтесь.